Еще раз добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Позвольте представить вашему вниманию сообщение о возможностях лучевой терапии в лечении больных раком предстателя железы высокого риска прогрессирования. Как известно, рак предстателя железы в структуре онкологической заболеваемости мужчин давно и уверенно занимает лидирующие позиции. Только за последние 10 лет прирост заболеваемости в нашей стране составил более 130%. И несмотря на улучшение диагностики заболевания, к сожалению, остается высоким удельный вес больных с местно распространенными и распространенными формами болезни уже на момент первичного обращения, что наряду с соматическим состоянием большинства пожилых пациентов представляет серьезную проблему их лечения. Как известно, рак предстательной железы представлен опухолями различной степени агрессивности, которые и определяют прогноз заболевания. И известные в настоящее время классификации выделяют три все-таки основные группы риска рецидива рака предстательной железы после лечения, которые основаны на данных исходного значения уровня простатспецифического антигена сыворотки крови, суммы баллов по шкале глиссона и клинической стадии. Но обратите внимание, что даже отдельно выделенная группа высокого риска развития рецидива рака предстательной железы весьма неоднородна по своему составу и включает как локализованные формы заболевания, так и местно распространенные. И вряд ли все эти варианты течения заболевания будут поддаваться единому прогнозу. И несомненно, что лечение этой гетерогенной группы больных, группы больных высокого риска прогрессирования заболевания, представляет собой серьезную проблему. И вопрос об оптимальном методе лечения таких пациентов до настоящего времени остается предметом открытой дискуссии. Тем не менее, в соответствии с современными рекомендациями как Национальной онкологической сети США, так и Европейской ассоциации урологов, одним из основных методов лечения больных высоким риском прогрессирования является проведение длительной на протяжении 2-3 лет андрогендопривационной терапии и конформной лучевой терапии. В настоящее время, как вы знаете, мы располагаем существенным арсеналом методов лучевой терапии и способов подведения различных видов ионизирующего излучения к опухоли, которые позволяют нам реализовать технологии конформного облучения и, что самое главное, подводить высокую дозу в объем мишени. Увеличение дозы в объеме мишени, как известно, способствует увеличению частоты достижения локального контроля и улучшает выживаемость. Данное заключение основано на результатах достаточного количества контролируемых рандомизированных проспективных исследований, в которых при длительных сроках наблюдения за больными продемонстрировано статистически значимое улучшение безрецидивной выживаемости пациентов при эскалации дозы в опухоли выше 70 Грей. Но из тех же исследований, да, и из многих других, следует, что эскалация дозы коррелирует и с увеличением частоты клинически значимых осложнений лечения. Это очень важная проблема, так как все эти осложнения существенно влияют на качество жизни больных. А качество жизни – это один из важнейших критериев оценки эффективности лечения онкологического больного. Возможно ли дальнейшее увеличение суммарной очаговой дозы в опухоли без существенного превышения толерантности окружающих ее здоровых тканей? Возможно. И в этом отношении целесообразно рассматривать у больных раком предстательной железы высокого риска применение сочетанной лучевой терапии, то есть сочетание дистанционного и контактного лучевого лечения, брахитерапии. И данный вариант также рекомендован в качестве одного из основных терапевтических подходов в лечении больных раком предстательной железы высокого риска прогрессирования. К настоящему времени, как минимум в трёх проспективных рандомизированных исследованиях, продемонстрировано улучшение безрецидивной выживаемости больных при проведении сочетанной лучевой терапии. И результаты одного из них опубликованы совсем недавно. Целью данного исследования было проведение сравнительного анализа эффективности и токсичности двух вариантов лучевого лечения на фоне, конечно же, проведения гормональной терапии. В первой группе проводили конформную дистанционную лучевую терапию с эскалацией дозы в суммарной очаговой дозе 78 ГРЭИ, а во второй группе дополняли дистанционное облучение в дозе 46 ГРЭИ густом брахитерапии низкой мощности дозы. В исследовании получено безусловное статистически значимое преимущество сочетанной лучевой терапии именно сочетанной лучевой терапии по показателям безрецидивной выживаемости больных. Вместе с тем авторы отметили и существенное статистически значимое увеличение токсичности лечения, особенно со стороны мочевыводящих путей. Например, в группе сочетанной лучевой терапии острые осложнения градации 2 наблюдались в 2 раза чаще, чем в группе конформной дистанционной лучевой терапии, а позднее осложение – в 3,5 раза чаще. Необходимо отметить, что все-таки для больных раком предстательной железы высокого риска прогрессирования наиболее обоснованным и целесообразным является применение в качестве буста к дистанционному облучению брахитерапии высокой мощности дозы. В настоящее время существуют различные схемы подобного лечения и, по данным литературы, проведение сочетанной лучевой терапии с брахитерапией высокой мощности дозы позволяет добиться 5-летней безрецидивной выживаемости в среднем, по данным разных авторов, в 70-90% случаев. Более того, в настоящее время появились исследования, которые представляют уже результаты 10-летней безрецидивной выживаемости и эти результаты также удовлетворяют большинству исследователей, которые занимаются данной проблемой. Анализ литературы, посвященный сочетанной лучевой терапии, также свидетельствует о вполне приемлемом уровне токсичности и приемлемом уровне развития как ранних, так и поздних осложнений лечения. И на наш взгляд данный вариант лечения для больных раком предстательной железы высокого риска прогрессирования представляется наиболее привлекательным с практической точки зрения, так как позволяет улучшить результаты лечения на фоне приемлемой токсичности, имеет минимальный перечень противопоказаний и, как вы понимаете, существенно сокращает время лечения, что для нас тоже очень важно. И, наконец, позвольте представить результаты нашего довольно скромного, но все же собственного опыта проведения различных вариантов лучевой терапии у больных раком предстательной железы высокого риска прогрессирования. Мы получили возможность работы на современном радиотерапевтическом оборудовании с сентября 2012 года и с тех пор стараемся последовательно внедрять технологии конформного облучения в практику лечения больных, в том числе и раком предстательной железы, конечно. И к настоящему времени лучевая терапия реализована чуть более чем у 300 больных раком предстательной железы высокого риска прогрессирования. Необходимо отметить, что 192 больным мы проводили конформную лучевую терапию в объеме гормона лучевого лечения заболевания в режиме традиционного фракционирования дозы. При этом у 150 пациентов была выполнена эскалация дозы выше 70 ГРЭЙ. В 2015 году, убедившись в воспроизводимости и удовлетворительной переносимости данных технологий конформной лучевой терапии, мы начали у больных раком предстательной железы применять технологии так называемого умеренного гипофракционирования в разовой очаговой дозе 2,5 ГРЭЙ до суммарной дозы 65-67,5 ГРЭЙ. И, наконец, с апреля прошлого года мы начали реализовывать у больных раком предстательной железы высокого риска сочетанную лучевую терапию. На одном из этапов лечения мы проводим дистанционное облучение в традиционном режиме фракционирования в суммарной очаговой дозе 46 ГРЭЙ и дополняем дистанционное облучение в устамбрахиотерапии высокой мощности дозы. За прошлый год данное лечение было реализовано у 46 больных раком предстательной железы. Как вы понимаете, нам еще слишком рано представлять отдаленные результаты лечения различных вариантов его, так как многие наши пациенты, особенно которые получали лечение в режиме умеренного гипофракционирования или сочетанную лучевую терапию, они еще продолжают лечение, продолжают гормональную терапию, так как относятся к группе высокого риска. Но, тем не менее, готовясь к этому сообщению, у нас появилась возможность проанализировать результаты лечения тех больных, которым применяли традиционный режим фракционирования в суммарной очаговой дозе 70 ГРЭЙ и выше. И мы не получили каких-либо статистически значимых преимуществ, пока не получили, при эскалации дозы в опухоли выше 70 ГРЭЙ. Но мы связываем, прежде всего, это с довольно небольшим периодом наблюдения за нашими пациентами, и исследование наше продолжается, и мы надеемся, что спустя какое-то время мы представим вашему вниманию более убедительные результаты. Как вы понимаете, прежде всего на данном этапе исследования мы фактически работаем на протяжении 4 лет, на данном этапе исследования нам наиболее важно знать частоту развития как ранних, так и поздних осложнений различных вариантов лучевого лечения у больных раком предстателя железы высокого риска прогрессирования. И данный анализ свидетельствовал прежде всего о удовлетворительной переносимости лечения. Например, лучевые реакции второй степени тяжести мы наблюдали только у трёх, что составило 2%, у трёх больных в группе традиционного фракционирования с эскалацией дозы в опухоли до 74-76 ГРЭЙ, и у двух больных, что составило 3%, в группе умеренного гипофракционирования, также с эскалацией дозы. Необходимо отметить сразу, что все реакции, которые развивались у нас в процессе проведения любых вариантов лучевого лечения, были контролируемы традиционной консервативной терапией. И небольшой перерыв в лечении, который не превысил одной недели, мы сделали только вот у этих пяти больных, у которых наблюдали развитие лучевых реакций второй степени тяжести. Анализ частоты развития степени тяжести осложнений лечения, свидетельствовал даже о некотором уменьшении их числа, особенно со стороны нижних отделов желудочно-кишечного тракта, при проведении режима традиционного фракционирования дозы с эскалацией дозы. Мы это связываем прежде всего с тем, что в этой группе в 75% случаев была применена технология лучевой терапии с модуляцией интенсивности при локальном облучении предстательной железы. Кроме того, анализ частоты развития и степени тяжести поздних осложнений свидетельствовал о некотором увеличении их числа, также со стороны нижних отделов желудочно-кишечного тракта, в группе пациентов, которым применяли гипофракционирование дозы. Но данные различия не имели характер статистической значимости. К сожалению, только в этой группе у двух больных мы отметили появление лучевых осложнений третьей степени тяжести. И наблюдали мы их совсем недавно при увеличении суммарно-очаговой дозы до 67,5 грей. В то же время мы понимаем, что мы еще очень небольшое время наблюдаем за нашими пациентами. После сочетанной лучевой терапии медиана наблюдение составило чуть более 7 месяцев. Но, тем не менее, в этой группе больных пока мы не наблюдали клинически значимых осложнений второй степени тяжести и выше. А уровень осложнений первой степени тяжести был сопоставим с таковыми в других группах. Таким образом, наш собственный опыт свидетельствует прежде всего о вполне удовлетворительной переносимости различных вариантов лучевого лечения у больных раком предстательной железы высокого риска прогрессирования. И в заключение хотелось бы отметить, что лучевая терапия, конечно же, составляет в настоящее время основу мультимодального лечения больных раком предстательной железы высокого риска прогрессирования. И мы в настоящее время обладаем большими возможностями, которые необходимы для качественной и эффективной реализации подобного лечения. Но, конечно же, при выборе метода лечения для каждого конкретного больного нам необходимо учитывать и ожидаемую продолжительность его жизни. Это очень важно. Необходимо учитывать соматическое состояние пациента. Мы должны адекватно оценивать наши собственные возможности и, конечно, знать о всех недостатках и преимуществах возможных методов лечения наших пациентов. И, конечно же, при выборе метода лечения мы должны учитывать предпочтение самого пациента, который доверяет нам свое здоровье и свою жизнь. А для улучшения результатов лечения наших пациентов, Конечно же, нам совершенно необходимо в настоящее время проведение многоцентровых, проспективных, рандомизированных исследований. И мы готовы принять участие в подобных исследованиях. Необходимо обеспечение гарантии качества на всех этапах подготовки и реализации различных видов лучевой терапии. Конечно же, необходимо тщательно анализировать результаты нашего лечения, причем не только демонстрировать успехи, но и, прежде всего, скрупулезно анализировать все наши неудачи. И, конечно же, наше с вами общение и обсуждение также будет способствовать улучшению результатов лечения наших больных. Благодарю за внимание. Спасибо, Юлия Васильевна. Кому-то угодно задать вопросы. Виталий Витальевич, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Много уважаемая Юлия Васильевна, Вы выбрали для себя какой-то предельный уровень ПСА для включения больных в группу радикальной мочевой терапии. Если отсутствуют, естественно, иные признаки диссиминации. 100, 200. Ну, собственно говоря, если у нас нет клинических признаков диссиминации, мы проводим так называемый радикальный курс лечевой терапии. Независимо от уровня ПСА. Независимо. И второй вопрос. Вы отказались от облучения всего объема МРУ-ТВ? Отказались. А группа Н1 у Вас, соответственно, отсутствует? Нет, сюда не вошли. Я понял. Спасибо. И, кроме того, Вы знаете, готовясь к этому сообщению, я с большим удовольствием... У нас есть и результаты собственного исследования, которые анализируют эффективность и токсичность лечения больных, которым облучали зону регионального метастазирования и не облучали их. Но это небольшой опыт. Но, тем не менее, готовясь к этому сообщению, я с большим удовольствием нашла опубликованные в прошлом году данные о том, что в исследование было включено до 14 тысяч больных. И там все-таки тем фактором, который способствовал улучшению результатов лечения, являлась гормональная терапия. Так что мы не включаем лимфатические узлы. Сергей Николаевич, я имею в виду... Скажите, пожалуйста, использовали формулу РОО для определения объема воплучения и какую дозу получали семенные пузырьки? Да, конечно. У каждого больного, когда мы планируем лучевую терапию, мы обязательно рассчитываем риски. Риск инвазии и поражения... Традиционно поражение лимфатических узлов, риск инвазии капсулы, риск поражения семенных пузырьков. И я недаром сказала о том, что это настолько разнородная группа больных. И Т2С, где нет у нас преимущественно поражения семенных пузырьков. Если есть поражение семенных пузырьков, Т3Б, то есть, да, однозначно, семенные пузырьки получают полную дозу лучевой терапии. Но не все семенные пузырьки. Вы же знаете те исследования, которые говорят о том, что более 90% опухолевых клеток находятся на расстоянии, в основании семенных пузырьков. То есть если Т3Б за действием семенных пузырьков, то в этом случае тоже подводилась доза 76 ГРЭЛ на семенные пузырьки? Да, да, да. Спасибо огромное за очень интересный доклад. У меня несколько вопросов. Но я так понял, что первые две группы, 70, 74, 76, это без таза были. Да, они все без таза. А скажите, когда результаты представлялись, там были группы, там все группы были представлены или только высокий риск? Потому что для высокого риска без таза через 3 года там 4% рецидивов, но так неожиданно звучит. Это было 96% специдивной выживаемости через 3 года. Да, вы знаете, Сергей Николаевич, лично сама обзвонила всех своих больных. Я задаю вопрос просто. Да, да, лично сама. Это без таза и это только высокий риск? Это без таза. Это без таза. Я с большим удовольствием посмотрела на результаты нашего лечения. То есть это только высокий риск? Это высокий риск. И второй вопрос. Вот та группа, которую вы сейчас набираете, сочетная лучевая. Да, да, я прошу прощения, Сергей Николаевич. Дело в том, что высокий риск, вы понимаете, да, и Т2С, и Т3Б, но у нас во всей группе, мы тщательно проанализировали этот материал, во всей группе до 40% было больных очень высокого риска. То есть это соответственно... И второй вопрос. Вот сочетная лучевая терапия, она тоже идет без таза, вот там, где вы токодозные будут заведеть. То есть у вас без таза все... Однозначно. И без гормонотерапии. Как это? Это же высокий риск гормональной терапии. Однозначно, да. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста. Добрый вопрос. По длительности гормонотерапии, которая у вас обменяется, сколько времени у высокий риск получает гормон? В соответствии со всеми известными рекомендациями, минимум два года. Минимум два года. Да. Мы можем два года давать, потом, если у больного все в порядке, если ПСА снизился, да, если все хорошо, то тогда, возможно, временная отмена гормональной терапии. И еще один вопрос. На момент подготовки доклада вы контролировали уровень тестостерона тех больных, которые уже в настоящий момент гормональную терапию не получают. То есть те результаты ПСА, которые сейчас, они показывают, это результат ПСА на нормальную тестостеронию, и еще терапевтический хвост, и это кастрационные цифры или близкие к ним. Я сожалею, но вот всех позвонило больных, а вот уровень тестостерона не успела определить. Но обязательно я буду учитывать это при дальнейшем анализе. Спасибо за вопрос. Еще один вопрос. У вас сейчас очень большой опыт уже лечения рака предстательной железы различным способом, мелкими фракциями. Вот вы переходите уже на более высокие дозы разовые. Используете сочетанную лучевую терапию. Вот вы можете по размеру первичной опухоли, по Т-классификации, по инвазии в семенные пузырьки определить. Вот сейчас какое-то предпочтение сочетанной терапии или же наружной только? Вы знаете, небольшой у нас опыт сочетанной лучевой терапии, но вот за последний год, собственно говоря, нас полностью удовлетворяют результаты. Более того, у нас появилась возможность, ведь до сих пор никто не знает, как лучше проводить этапы сочетанного лечения. Но вот для меня логичнее, допустим, сначала начинается с дистанционного облучения, затем буст брахиотерапии. В других клиниках поступает по-другому. Мы даже нашли возможность провести исследование, и до настоящего времени мы его проводим, когда, на самом деле, рандомизация происходит, да? Кому-то первым этапом идет дистанционное облучение в дозе 46 Грей, у кого-то брахиотерапия 15 Грей, а затем дистанционное облучение. А вот многие исследователи не видят в этом разницы. Мы решили провести исследование. Я думаю, это будет тоже очень интересно. Нравится нам сочетанная лечевая терапия. То есть вы при Т2, при Т3А, Т3Б, Т4, вот все-таки склонны к тому, чтобы... Вот сейчас по вашему первому результату. Ну, собственно говоря, мы еще не так долго наблюдаем за больными. Я еще говорила, что пока мы не наблюдали клинически значимых осложнений второй степени тяжести и выше после сочетанной лучевой терапии, но мы ожидаем, что они могут быть. Мы ведь существенно увеличили дозу, поэтому я пока, наверное, буду осторожна в плане прогнозов. Я считаю, что хорошо, когда все есть. Когда мы умеем пользоваться традиционным режимом гипофракционирования, я считаю, что этим нужно пользоваться, уметь пользоваться и делать это очень аккуратно. Аккуратно повышать дозу. Повышать дозу с использованием, допустим, технологии лучевой терапии с модуляцией интенсивности под контролем изображений. Иначе, я считаю, что можно дискредитировать иначе любую методику. Нужно быть очень аккуратным. Спасибо.